привет привет ребятушки привет привет у нас вечер алиса спит лёсочка на этом о господи привидение я напугалась лёсочка на веранде разговаривает по чат-рулетке вот а я хочу сегодня сделать поздравить вас с 14 февраля с днем всех влюбленных он начнется у вас раньше вот она начнется этот праздник начнется у вас раньше мне вот не спалось поэтому во-первых сразу хочу извиниться перед всеми кто видел предыдущее видео я его закрыла потому что поняла что я неправильно поступила я не должна реагировать на такие вещи человека должно человека может обидеть только человек который ему близок человек который его волнует то есть я могу обидеться на свою дочь на своего мужа на свою маму на свою сестру на сына но никак не на посторонних людей которые от своей слабости зачем-то вспоминают обо мне для того чтобы показать всем я плохая я плохая а вот эту посмотрите я поняла что я не должна на это реагировать вот знаете как когда-то себе я допустим я когда-то смотрела канал инны судаковой да я запретила себе смотреть этот канал запретила даже если завтрашнего дня начнет высаживать цветы цветы кормить брошенных детей и подкармливать брошенных животных для меня человек который когда-то поступил так со своей мамой не существует поэтому я запретила себе смотреть этот канал то же самое и здесь я запрещаю себе реагировать на такие выпады я не должна этого делать это я объясняю тем кто видел мое предыдущее видео я его закрыла а теперь давайте забыли у нас с вами праздник вот поэтому что я хоть у нас у меня роллы доченька мне заказала роллы вот у меня роллы с красной рыбкой и с крем-чизом у меня темпура дальше темпура дракон вот такая честно сказать очень острая не знаю насколько я ее смогу у меня большие палочки с которых алиса все время ржет но мне очень так никакого соевого соуса у меня нет я соевый соус использую для маринации мяса еще для чего-то но я не люблю соевый соус роллами или суши еще ребят те кто говорят что меня плохо слышно меня реально плохо слышно я сегодня проверила все свое оборудование у меня не пишет микрофон я заказал себе новое оборудование поэтому представьте что я вот та старая лора без микрофона и потерпите меня без микрофона так давайте мы все-таки одну попробуем вот короче ребят да я поздравляю всех с днем всех влюбленных ребята не нужно надо мне говорить что это не наш праздник что плохого что плохого если я не знаю чем сравнить что плохого если вы например всегда получали от государства пособие на своих детей девочки вот вам говорю а с сегодняшнего дня начали еще получать пособие на своего мужа или любовник или сожителя круто ну больше это же не меньше ну что плохого в праздниках ну что я сегодня почитала про этот праздник не про каких не с какими геями это не связано я не знаю почему это связывают с геями первая версия по моему 400 каком-то году до нашей эры рим начал вымирать вымирать от того что начали умирать дети неродившиеся дети выкидыши женщины не могли короче шла какая-то эпидемия какая-то зараза и женщины недонашивали детей или рожали мертвых и риму действительно грозило прям вымирание ну как понятно люди верующие да начали думать в чем же их грех вот и в риме есть такое как у меня святое место где волчица родила ромула и рема да два брата же основали рим вот и в этот не в этот день 15 февраля мужчины раздевались догола делали из кожи животных плетки ну типа как из кожи волчицы матери прародительницы рима женщины выходили на улицу и мужчины били их били за их грехи они сами выходили эти женщины каждая пыталась попасть под эту плетку надеясь что это сделает ее плодовитой что она будет иметь детей потом эти женщины раздевались и начиналось по ходу вакханалия так понимаю это одна из версий это одна никто не знает на самом деле реального происхождения этого праздника вторая версия это опять же рим это то время когда в рим уже входило христианство вот и император клавдий второй решил что если мужчины не женаты и у них нет детей они будут лучше служить своему цезарю вот они будут лучше служить своему цезарю и они запретили мужика жениться ну короче говоря соединяться женщинами ну типа лучше будут воевать и на поле боя был врач и одновременно священник валентин который начал молодых венчать втихаря нарушая закон цезаря сплыло его осудили на казнь посадили в тюрьму и перед смертью он влюбился в юлию дочь а как это сказать дочь не охранника ну короче тюремщика какого-то и он написал ей валентинку написал слова любви эту валентинку нашли после того как его казнили вот и с тех пор это пошло его ввели после того как вошло христианство его ввели в ранг святых и он стал святым валентином но опять же это только версии но не но когда говорят о том что это праздник какой-то гадости грязи это праздник восхваляющий геи в чем здесь геи против которых на самом деле ничего не имею если если два гея любят друг друга кто и такая чтобы вообще этому мешать да ну как бы это есть и есть это есть вы можете закрывать глаза сколько угодно но это есть но этот праздник но я не нашла никаких подтверждений того что он как-то касается восхваление гей-сообщества лгбт или еще что-то ну то есть что-то люди месяц одно в другое знаете вот так что дорогие мои девочки и мальчики я поздравляю вас как бы вы не отталкивались от этого праздника я поздравляю вас днем всех святых хотелось бы всех влюбленных пусть у вас жизни будет все хорошо и даже знаете я желаю вам не то я желаю вам не то чтобы вас любили я наверное пожелаю вам чтобы вами дорожили и вас уважали потому что та любовь про которую мы думаем типа влюбленность да она проходит она обязательно проходит и когда она проходит дай бог чтобы у вас на месте этой прошедшей влюбленности осталось вот это вот что вы друг другу дороги что вас уважают и ценят и тогда вы проживете много много лет поверьте мне за 27 лет семейной жизни у нас многое не получалось вот у меня ребенок вот тут на кухне она свидетель того что мы жили по-разному и разводились иногда очень часто ну типа хотели и не понимали друг друга и бытовуха давила как у всех у вас как у всех у нас но брак это все-таки не просто влюбленность а нет я побежал это дети перед которыми ты несешь ответственность и которые не должны жить как мой муж до без отца и и он всегда знал что он не оставит своих детей так как оставили его это уважение к друг другу которая выросла наверное со временем поначалу его не было 18 летних детей которые встретились не было был секс была влюбленность но это все проходит ребят так что завтра мой влюбленный заново сексуальный муж пригласил меня в татьяну в ресторан если вы видели сейчас лицо моей дочери которая не понимает пока о чем я говорю когда ей будет столько сколько мне она поймет о чем я рассказываю а что такого если говорю какие темные вещи я говорю я не говорю никаких интимных вещей я еще не представляю из розженка не нравится представлять так что ребятшки борщик доченька мой борщ и кушать есть конечно а она потому что маринованная я смаринованная сделала вот и что я хочу сказать это в этом году так мы поженились 93 алиса в апреле сколько тебе будет лет 23 марки сколько 27 значит нам 27 27 будет 3 декабря вот это вот слишком остро для меня вот эта темпура которая дракон нет от этого с утром ну вот так что 27 лет за 27 лет многое что было но слава богу но это не только мы наверное это и судьба так и распорядилась вообще так получилось что вы вместе что мы живем дальше вот я желаю вам того же самого ребятки это очень важно чтобы не было одиноких людей я не говорю что вам надо обязательно замуж да блять не надо вам замуж я не говорю ни о чем но человек замужество к одиночеству вообще отношения не имеет вы можете никогда не быть замужем и при этом не быть одинокой поэтому ребятки я всех вас поздравляю с праздником я поздравляю с праздником всех моих друзей я поздравляю семью Натальи Фальконы дружную любящую я поздравляю семью Светы Горгоны Сашу дружную любящую я поздравляю ну раз уж я вспоминала обзорщиков я поздравляю Галинку Малинку девочку мою с тем что у нее есть замечательный муж который ее обожает и любит я поздравляю всех кто меня знает кто кто помнит кто всех ребятки всех трак драйверов кто семьями ездит всех поздравляю девочку мою свету дальнобойщицу кто короче говоря ребят всех не перечислишь я поздравляю всех абсолютно с праздником и пускай у вас будет также хорошо на душе как у меня умеете признавать свои ошибки тогда наверное будет полегче когда вы будете искать ошибки в себе а не в других свои косяки вам будет легче так давайте мы его попробуем ну так нормально кого еще забыла Оксаночка которая подруга Натали Фалькон я тоже поздравляю тебя с праздником девочка моя у тебя хороший дом у тебя хорошая семья я надеюсь мы все-таки когда-нибудь увидимся я уж не знаю вы меня простите все кого я забыла перечислить пожалуйста простите меня я всем вам желаю любви терпение оно необходимо в семейной или в любой жизни с противоположным полом или нет а я желаю любви всем моим друзьям геям всем девочкам из ЛГБТ я желаю я знаю много семей которые женаты у которых есть дети которые любят и дорожат друг другом ребятушки счастья вам всем я вас люблю целую давайте мы съедим по последней сегодня потому что мне надо идти отдыхать завтра у меня тяжелый день не не тяжелый просто надо подготовиться к ресторану еще раз я вас всех люблю и пускай у вас все всех будет все хорошо и пускай исчезнут одинокие люди в смысле станут не одинокими за вас дорогие мои за вас ну конечно же конечно же моя сестра моя мамочка которые много много лет женаты дай бог прожить еще долго долго моя сестра в израиль у которой огромная замечательная семья все целую вас крепко ваша репка пока пока пока